Победе будто не суждено было случиться. Все было против, даже погода. За несколько дней до встречи в Барнау пришла зима и прочно поселилась в городе. Но уборку поля были брошены все динамовские силы. К слову, убирали газон трижды. Было опасение, что игру отменят. И возможно, это был бы лучший исход для всех, в том числе для болельщиков, которые поддержать команду все же пришли. Оба пункта в точку. Наши были явно слабее с самого начала. Будто сами не свои на домашнем стадионе. Против команды «Химик Август» из Чувашии. После стартового свистка мечом завладели гости. Динамовцы выглядели несобранными и вместо контратак ушли в глубокую оборону. К середине тайма хозяева разыгрались. Но выходов один на один с фратарем не было. Как и слаженности в атаке «Динамо». Большинство мячей летело в молоко. Потом мы все равно в первом тайме вышли где-то из-под именно этого давления. Доводили мяч неплохо до штрафной соперника. Но опять же, как и в «Амкаре», не хватало последней передачи. А вот противникам хватило. После перехвата и дальнего паса, высокий рост Даниила Лапаева помог открыть счет. И, возможно, решил весь исход матча. Притом изначально гости планировали использовать другую тактику. Комбинационный футбол, подобный тому, в который обычно играет «Динамо». Химики игру упростили. Наши были к этому не готовы. Конечно, план такой был в связи с погодными условиями, в связи с качеством поля. Пришлось нам поменять чуть план игры. То есть уже перейти на более длинные передачи, на подбор, на единоборство, на стандарты. То есть, ну, где-то, наверное, получилось у нас, где-то, может, нет. Судя по итоговому счету, у гостей все-таки получилось. А вот наши, несмотря на то, что активизировались во втором тайме, не смогли забить в ворота с пенальти. Концовка матча вообще стала одной большой случайностью. Стоило «Динамо» ослабить давление, как в неразберихе один из барнаульских футболистов дал пас в никуда. Химики же этим воспользовались. 0-2 проигрывать всегда тяжело. Тем более на следующий день после столетнего юбилея. Теперь алтайским футболистам нужно победить в двух оставшихся играх и ждать осечки от соперников. Лишь при таком исходе они войдут в шестерку сильнейших. Однако на фоне поражения клубу из поселка городского типа, где население всего 10 тысяч человек, это выглядит задачей поистине фантастической. Данила Кузнецова, Дмитрий Денисов. День с толком.